Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я к вам с очередной новостью. Новость довольно противоречивая. И как вы думаете, что это? Нет, не про телеграм, это про Эльбрус. Эльбрус это компьютерная архитектура, которую воскресили в начале 90-х годов и сейчас она является самой перспективной русской компьютерной архитектурой. В одном из своих роликов я вам рассказывал, что компания Baza Alt-SPO готовит операционную систему на базе ядра Linux для платформы Эльбрус. Так вот, недавно прошла конференция под названием «Цифровая индустрия промышленной России», где неожиданно состоялась презентация такой операционной системы. Разработка была создана в рамках сотрудничества Baza Alt-SPO и компании МЦСТ, которая производит машины Эльбрус. До этого МЦСТ развивали собственный дистрибутив Linux под названием Эльбрус Уэс. Они, в принципе, не будут прекращать его развивать, но кроме этого теперь есть две операционных системы, которые будут работать на этих машинах. А о каких машинах, в принципе, идет речь? Это Эльбрус 401 и Эльбрус 801. О характеристиках данных машин вы можете ознакомиться в интернете. 401 машина это четырехъядерный процессор Эльбрус, 801 это восьмиядерный. Также напоминаю, есть на ютубе канал разработчика, точнее участника проекта Эльбрус, Максима Горшенина. Если вам хочется получить адекватную информацию о МЦСТ и ее продукции, загляните на этот канал. Что касаемо операционной системы Baza Alt или Alt-Linux для Эльбрус, что же это за операционная система? По сути, это обычный дистрибутив Linux. Даже проще скажу, это обычный Alt-Linux. Конечно, это не десктопная версия, это серверная версия. Пакетная база у них собственная, под названием CZIF. Репозиторий знаменитый, знатный и очень стабильный, так как дистрибутив развивается аж с 2000 года. А это значит, что огромное количество программного обеспечения будет портировано под архитектуру Эльбрус. Естественно, с открытым исходным кодом. К сожалению, цена на данные машины все еще не маленькая, но есть такая вероятность, что когда будет более высокий спрос, или проще сказать, штучное производство будет гораздо более массовое, естественно, цена на данные компьютеры упадет. И тогда обычно гражданское население сможет пощупать данные машины лично. Кстати, если кому-то интересно, база Alt-SPO выпускает свои дистрибутивы для обычных писюшных компьютеров. Есть версия с оболочкой Mate корпоративная, есть десктопная с оболочкой KDE и версия под названием Simple Linux для более таких не очень мощных компьютеров с оболочкой XFSE 4. Так что, у кого есть свободное время, можете скачать и попробовать. Ну а я на этом все. Всем пока, спасибо за внимание, всем хорошего вечера!